Взять котика? Ребят, какое, блядь? Я вам что, приют, что ли, в натуре? Я же не приют, у меня и так 7, куда 8? Я, конечно, моя душа, мое сердце, материнское кошачье сердце разрывается. Я хочу, но не могу. Я уже даже горшок вывозить не могу. Дин подрос, знаете, как срет, мама родная. Я не пойму, то ли это я, не знаю, луна тела насрала в горшок, то ли это Дин насрал. Я вот хер знает, каждый раз по утрам встаю, и я думаю, блядь, я что, луна тела и насрала в горшок кошачий, что ли? Там реально, там как, я не знаю, взрослый человек посрал. Собачку, еще кого, у нас и так птица, блядь, сегодня будет, чайка, какая собака. Уже реально пора дом будет покупать. Приятного аппетита. А куда деваться, а куда деваться, вот так вот, вот, не мы такие, жизнь такая. Как вы определяете, что это Дин? Леночка, ну, мейн-куны, они, взрослые мейн-куны, они отличаются от других кошечек габаритом размеров своих отложений. Извини за нескромный вопрос, тебе на улице девушки глазки не строят, не подкатывают. Блин, странный, конечно, вопрос, а что, блин, я просто ни разу никогда такого не видел, чтобы на улице просто тупо подходили. Такая, знаешь, такая, идешь, блядь, по делам, и такая к тебе подкатывает. Эй, привет, чё, блядь, на улице, посреди улицы подкатывать? Ладно бы там в клубе или в ресторане где-то там или в кафе. Я всегда со своей женой. Я всегда со своей женой. В директе, в инстаграме, вконтакте, да, пишут, да, пишут. На улице, извините, я иду как терминатор, ко мне подойти страшно порой. Иногда бывает, я, когда по улице иду, я настолько в своих мыслях, в своей голове, что я вообще даже ничего не замечаю. Я могу даже не поздороваться, не увидеть. Вот, поэтому, если чё, не обижайтесь. Если чё, не обижайтесь. Я всегда со Светочкой. Я всегда сижу в компании, я никогда одна не хожу в рестораны для того, чтобы ко мне подходить и подкатывать, понимаете? Да, у меня, знаете, какая-то табличка, когда я иногда по улице иду, что мне само аж страшно. Это вы меня серьёзно не видели. Но многие боятся ко мне подойти, не знаю почему. Я вроде маленькая, миниатюрная. Чё ко мне страшно подойти-то? А своим Эдин тоже за нечистью гоняется? Ну, может быть, по ночам, когда мы не видим, возможно. Ой, давайте не заводить опять эту тему. Злой ёжик. Ну как, мы с Сашей, с Машей, с Машей, с Сашей Масей знакомы. Нас, Маречка, познакомила. Ну, вот так вот тет-а-тет, как бы, как мы вообще живём в разных городах, как мы можем вот тет-а-тет бухать вместе, общаться, как бы. Как вот, если приезжаем в Москве, Маречка нас собирает, то так общаемся. Зачем здесь дети, да, реально, семь котиков. Пиздец, даже по шлюпкам. Настучу по шлюпке. Ненавижу шпака. Ну, Светланочка, кто-то и меня ненавидит. Как бы, знаете, мы выбираем людей, так сказать, себе по душе. Да, окружаем себя людьми, которые нам по душе. Кому-то кто-то меня ненавидит, кому-то я не нравлюсь, кому-то Маречка не нравится, кому-то Саша, кому-то Мася не нравится. Понимаете, мы не можем нравиться всем. Мы не можем нравиться всем. Как говорится, знаете, на всех не угодишь. Кочергу в задницу. Ой, кочерга в заднице, точно. На следующей неделе у нас фуанал. Пора-ка снова вспомнить кочергу в заднице, где аж ноги отнимаются. Что из фильмов последний смотрели, что посоветуешь? Честно, я последний из фильмов даже не помню, что я смотрела. Я досмотрела сериал «Тайны смолвили» наконец-то. Следующий, вот собираюсь сериал начать смотреть «Люцифер». Чувствуем себя приемные, а? Я первый раз, когда тебя видела, я думала, что ты мужик. Ну, Анжелочка, ничего страшного. Ну, есть такое, похоже. Ну, ничего страшного. Все, бывает, путают. Главное, после ознакомиться со страницей, познакомиться с человеком, так сказать, и дальше уже у вас будет формироваться свое впечатление, так сказать, свое видение на данного человека. По душе вам человек этот или не по душе? Страшно представить, что это такое. Фуанал, правда, не представляю, не надо. Вонище там, пиздец. Вы со Светой еще дружите? Танюшечка, с какой Светой? С какой именно Светой? Как понять, дружите? Да, почему симпатичные? А в моем окружении даже симпатичных нет. Бля, печально. Еще пять котиков, и как у нас будет? И это точно, реально. Реально. Скоро вот, да, еще пять котиков, и реально у меня уже приют будет. Грубо говоря, приют. Да? Только говно я уже не поможу, блядь. С моей рабочей загруженностью это вообще трэш. Я тоже Света. Вон, видите, смотрите, про какую вы Свету говорите. Смотрите у меня, сколько там Свет. Вон, видите, вон Света. Сейчас еще Света. Мат, это он сам по себе. Я его не контролирую. Это такое, знаете, русская речь. Русская речь. Он, как, знаете, в дополнение, в дополнение, знаете, идет каким-то образом. Как-то, я не знаю. С кем? С Милос? А кто это Милос? Я даже не знаю, кто это. Мила Кунис? Актриса или кто? Маречка, Мария. Мария, ну, там ценники, конечно, я же не буду озвучивать, как бы это. Вот. Но ценники варьируются от габаритов машины, от сложности рисунка, дизайна, и также от того, какого качества пленку вы выберете. Потому что в основном, в основном идет за метраж и за качество пленки. Ценник. Ценник. И это только за пленку, за качество пленки. Ценник. И еще дополнительно, отдельно, платится за клейку, за работу. Просто Кунис. С Кунилингусом я знакома. Да ладно, шалуны. Кто не знаком с Кулилингусом? С Куни. Кто не знаком с Куни? Давайте, давайте. Не надо мне тут сейчас. Я знаю, что вы все грешники чертовы. Знаю, только многие скрывают. Такие, ой, нет, я нет, нет, нет. Я, да вы что? Куни? Нет, нет. Ха-ха-ха. Так, швырнешь гантели, аж пугаясь. Да нормально. А как может складываться? Я веду тренировки в разрешенное рабочее время. Вот. Поэтому здесь хоть на ушах можно ходить, по сути. Ремонт делать. У нас же получается скольки? С 9 утра до 9 вечера. Можно здесь хоть тысячи перфораторов, по сути, включать. Так ведь? Ну, ремонты делать. Вот. Поэтому, по сути, все могут делать с 9 до 9, грубо говоря, что хотят. И, естественно, обеденный перерыв, ну, так сказать, детское время, тихий час. Ни сантиметра ни в одно место, мы такие, если чего. Ха-ха. Спасибо за подсказку про крестет. Делаю упражнение даже без тренировки. Вообще забыла про боли в копчике. Скорый внустрой. Молодец, хорошо. Какого черта я похорошела? Охуе знает. Вот какого-то черта я похорошела. Чайка та самая, которую в Балаково нашли. Да, да, да. Ее вылечили. Крылышко пришлось удалить ей. Поэтому она с одним крылом. Вот Светочка сегодня поедет, будет ее забирать. И будем ее пристраивать. Поэтому, ребята, если кто-то хочет завести себе домашнюю чайку, домашнюю, а они реально ручные, домашние, они даже привыкают к человеку, будем выкладывать объявление пристраивать чайку. Потому что, ну, вы понимаете, у нас семь кошек, и как бы ее здесь не выпустишь никуда у нас хотя бы бегать. Поэтому она пока что будет жить у нас в комнате, в комнате. Вот. Поэтому будем пристраивать. Хочу к вам на тренировки. Светочка, ну в чем проблема? Пиши вот по этому номерочку в WhatsApp, и администратор скинь тебе всю полную и подробную информацию. Почему ты мальчиком не родилась? Мне кажется, если бы я была бы мальчиком, мне кажется, я бы, наверное, может быть, не была бы такой неординарной. В комнате у нас Леночка будет пока что жить. А куда деваться? Жил в душе на работе 4 дня, пока не забрали его. Ну вот и у нас пока будем пристраивать. И сейчас вот котик, по поводу котика вот этого толстенького, его хотят выкинуть. Не знаю, будем тоже вопрос решать. Я потом тебе напишу, чтобы тоже объявление выложить. Котик очень красивый, прям он реально такой плюшечка, красивый, ласковый, такой спокойный. 8 лет ему, и вот девушка съезжает на другую квартиру, и, естественно, типа взять его с собой не может. Вот, и куда ей девать? Естественно, что она сделает? Выкинет, ну, либо отдает она его. Поэтому будем надеяться, что найдем хороший дом ему. Ну, если не найдем, придется брать его временно на передержку. Но я тоже боюсь за передержку здесь, потому что у нас шакалка Бетька, она вообще кукухой тронулась уже. Она очень какая-то агрессивная. Ну, ей внимания не хватает просто. И она тут пиздит у нас их. И я боюсь, что толстячка... ...первое время. У него здесь страшный стресс будет. Они его зашпыняют здесь все. Вот, да. Я напишу. Ну, я в сторисе выложу, да. Вот, да. Вот, люди безалабанные, все верно. Да. Как бы, ну, хотя бы, блин, ну, я понимаю, там, как бы, ну, не выкидывать. Но в любом случае пристроить, найти ему хороший дом, а не просто так, знаешь, ну, а что я сделаю? Выкину на улицу. Ну, вот. Найди дом и тогда отдай его. А просто выкинуть, ну, это нельзя так. Ну, Олесечка, ну, просто, как бы, я тоже жила на съемной квартире. Светочка тоже жила на съемной квартире. Светик вообще кочевала. Было, да, знаете, время тяжелое, когда и кочевали с квартиры на квартиру съемную. Ну, как бы, мы всегда кошек, животных с собой брали. Вот. Кошки – это не собаки. С ними проще на самом деле. Кошки – это не собаки. Тем более взрослые собаки. Вот. Здесь проще все равно. Если плавно была огромная собака, к примеру, как у меня была, да, став. Став огромный. Это же, это же, понимаете, это просто нужно очень много, большое количество времени уделять воспитанию. Воспитанию, дрессировке, водить его в эту школу дрессировки, да, внимание, гулять, бегать. Вот. Очень много нужно свободного времени. А кошки, они, грубо говоря, ну, они, грубо говоря, сами по себе с ними не так сложно. Привет, привет. Если там, когда переезжают на квартиру, там взрослая собака, ладно, я понимаю, и то это скрипя зубами. Вот. Ну, кошка, здесь ничего сложного нету такого. Как у вас так получилось, что у вас столько котов? Алин, да никак, просто так получилось и все. Не планировали ничего. Ну, получилось так, любовь к кошкам, кошачья любовь. В том-то и дело, да. У меня знакомая переехала на другой континент и то смогла перевести котика. А то, что там говорят, это повод и отмазай, повод избавиться, согласна. Но я не понимаю, как можно, знаете, вот, бок о бок, с этим пушистым сердечком, жопочкой, восемь лет прожить, восемь лет, ребята, восемь лет прожить и сказать, ну, прости, блядь, иди гуляй, Вася. Я не понимаю, блядь. Для меня, вот, к примеру, для меня лично, для меня кошки – это то же самое дети, то же самое человеческий ребенок. Вот, для меня это реально то же самое. Я понимаю, для многих это не то же самое, но для меня лично это то же самое. Для меня то же самое, что сравнить. Ой, Васенька, прости, блядь, там в квартиру съемные не пускают, с детьми не разрешают, давай-ка гуляй. Увы, иди там, давай на вольный хлебат. Конечно. Мне 31. Ну, грубо говоря, в спорте с самого детства. А уже серьезно, прям непосредственно серьезно, целенаправленно, уже карьерой начала это делать с 17 лет. Видите, как игрушка или интерьер? Да, я знаю, я знаю это. По большей части, мало кто воспринимает животных как жизнь, понимаете, как душа, как реально живую душу. Такую же, которая умеет сопереживать, умеет также чувствовать, понимаете, испытывать чувства, боль, любовь, радость, печаль. Мало кто это понимает и осознает. И я могу сказать, это не от далекого ума. Когда человек не ценит жизнь, не ценит жизнь вообще. Если человек не ценит жизнь животного, да, к примеру, он, значит, не ценит ничью жизнь вообще. После гива реально цепляешься так держать. Спасибо, ребят. Мне очень, конечно, приятно, что в гиве, да, из такого количества вы остаетесь со мной. И так их девятнадцать. Бусенька, да, вот мы с Буськой, блин, сколько мы с ней прошли вместе. Огонь и воды и медные трубы. Да. Мне кошек жалко больше, чем некоторых людей. Да я могу сказать, что, знаете, блин, порой, ну, например, да, там на улице животные, там собаки, да, говорят, бросаются. Животные не, ой, порой, так сказать, не от жизни шикарной становятся такими агрессивными, да. Не от жизни хорошей, вот. В Москву не хотите? Нет, 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 никогда и не хотела. Я Москву всегда, если рассматривала, то максимум там по работе, ездить в командировки, но жить? Нет, в Москве жить? Нет. А, ну да, там, ну это, наверное, уже через два этажа где-то. А, Викулинка, Кимер, Викулечка, я тебе отвечу попозже, просто сейчас реально загруз очень большой, я только приехала, я реально пернуть не могу, пернуть не могу, постоянно нужно ехать куда-то, что-то делать, закупать горшки сейчас, завтра забирать корм нужно ехать, мне нужно заказать домик еще поехать. Ну, короче, дело до хрена, поэтому я прям пока что сейчас это, загружена немножко, я тебе потом отвечу. Не переживай, про тебя не забыла. Ребяточки, как раз вот я с Викулей сейчас разговаривала, по поводу чего, я потом попозже выложу сториз, выложу сториз, те, кто хотят поехать отдыхать в Турцию, к примеру, да, я вам рекомендую ехать не в отель, а просто снять номер, снять квартиру, вот. И я вам скину, где можно будет снять квартиру в хорошем месте, новое, чистое, 5 минут ходьбы до моря, рядом магазины, все есть, к примеру, буквально 5 минут езды, если нужно, прям потрясающее место, у меня в двух шагах там мама живет от этого места, то есть, ну, я сама там ходила, я сама там была, поэтому я, если в следующий раз уже в Турцию поеду, я не буду никакие гостиницы снимать, ой, имеется в виду, ну, отели, они мне нахер, мне вот эти вот шумы, дискотеки, оры, крики нафиг не нужны. Вот, я буду сразу снимать квартиру, вот, поэтому я скину вам, ценники абсолютно приемлемые, абсолютно приемлемые, если вы поедете, тем более, компании выйдет очень дешевле, вот, я попозже вам скину, если что, куда и что обращаться, ну, и тем более, Викуля, она вообще все-все-все знает в Турции, вообще все знает, она вам, если что, подсказать, что куда съездить, что как, она всегда вас, если что, сможет направить, вы там не заблудитесь, не потеряйтесь, вот. То есть, как бы, можно будет съездить прям и хорошенечко прям отдохнуть. Я с вами взорвала бы вашего Котофей, которого Света отдает. У меня как раз нянька есть, два с половиной года, сынули кошек любят. Шенхмао, Шенхмао, а где вы живете? Потому что я без проблем, мы можем, если вдруг вы не так далеко живете, то мы можем РЖД поездом отправить, потому что я уже кошечку пристраивала, Милка у нас была, мы отправляли поездом в Москву, пристраивали, поэтому если вы живете, там, Москва, Санкт-Петербург, к примеру, что-то такое, да, вот недалеко, то я могу, можем отправить, если что, вам котика поездом. То есть, специально для животных перевозки. Анночка Шела, 32, где посчитать законы Турции, а то боюсь ехать туда. Анечка, ничего не бойся, все хорошо. Вот смотри, кимер.эвенс, зовут ее Вика, это мой дьяволенок, вот, мой дьяволенок, наш друг, наш друг, вот, мамочка у меня постоянно с Викой. Вот, можете ей написать, кимер.эвенс, либо моей маме можете написать и пообщаться, не бойтесь, ничего страшного там нету. То, что там могут стращать, не надо никого слушать, господи, стращают, мама родная там. В Нороссийск не хотите переехать? Может быть, попозже, туда попозже. Знаете, ребят, я не загадываю, как судьба, как жизнь повернет, там мы и будем, понимаете? Я не загадываю. Так что, Анечка, пишите вот Вике и прям смело, не переживайте, напишите, она вам по всем вопросам поможет. Рита, когда вы кошку пристраивали, нужно было делать себе прививки, иметь паспорт? Нет, не обязательно, нет, нет. Единственное, что прививочки, да, в поезд, в поезд надо, если что, прививочку сделать, потому что, во-первых, лучше провакцинировать кошку, прежде чем, к примеру, отправлять в поезд. Почему? Ну, все равно, понимаете, ну, бактерии, перепад погоды, все равно всякие вирусы, фигиусы, что для безопасности животного лучше всегда сделать прививку. Переезжайте в Беларусь, нам не хватает таких преображений классных. Анжелочка, ну а зачем? У меня есть онлайн-проект, хоум-тренинг Диевалята, периодически мы ведем марафоны с Марией Васильевной, дистанционно, все онлайн, поэтому вы можете заниматься, не важно, где вы находитесь, я со всеми вами, понимаете, здесь. Ебошки, я не могу ходить, я тебя ненавижу, забудьте это. Кстати, блядь, ты не написала, мы сегодня тренемся, ты едешь в зал. Я, потому что сейчас эфира отведу, жру, собираюсь, еду по делам и в зал пиздую. Спасибо, девочки, спасибо. Старенькая, уже боюсь уже вакцинировать, а перевести хочется. Ну, солнце мое, почему ты боишься вакцинировать? Не надо бояться. Если ты постоянно делаешь вакцинацию ежегодно, то всегда ее делай. Тем более, когда она старенькая становится, иммунитет падает, понимаете? Даже человек, когда становится взрослее и старее, иммунитет начинает падать. Понедельник, да, Ксюшечка, понедельник на пиздец попадешь, на жаришку, ага. У тебя Светочка красивая. Анжелочка, спасибо, я знаю, да. Спасибо. Сестра или братья у тебя есть? Да, у меня есть родной, старший брат, двоюродные братья и сестры у меня есть, троюродные есть. Привет. Ем вагонами гречку, другого не хочу, но кушай гречку, если хочешь. Главное, норму знай. Ах, ты ж ерема, блядь. Ах, ты ж ерема. С худой дыреной. Рита, как ты относишься к стерилизации кошек? Шэнмао. А как я должна относиться? Положительно отношусь. У меня все кошки стерилизованы и кастрированы. Не могу есть мясо. Смотри, заменяй более легкими мясными продуктами. Соей можешь заменять. Легкие также мясные продукты – это курица, рыба. Это быстро усваиваемые и легкие. Соответственно, конечно же, говядина – это очень тяжелый продукт. Поэтому есть более легкие продукты. Например, соевое мясо – это легкое мясо для усваиваемого переваривания. Рыба, курица. Вот рыба еще легче, чем курица. Поэтому переходи на другое. Переходи на растительный белок. На растительный белок переходи также. Привет! Когда марафон? Марафон ориентировочно, ну, я думаю, в конце сентября, начале октября. Опять же, немножечко по марафону будут корректировки идти в тренировках. Почему? Потому что, если вдруг я пройду кастинг, это я потом уже скажу, куда что. Если я пройду кастинг, то, возможно, с 15 октября и до конца октября я буду в Москве жить на съемках. Вот. И я пока что не знаю, будет ли у меня возможность вести там тренировки. Но я надеюсь, будет. Я надеюсь, будет. Я надеюсь, все получится. И я не отойду никуда от тренировочного процесса. Вот. Хочу к вам на марафон. Женечка, скоро будет. Будет обязательно анонс. Будет полная информация по марафону. Поэтому следите за информацией и за постами. Привет! А не, просто для поддержания кожи в тонусе. Будет ли эффект приседать? В любом случае, Тимошка, Тимоша, в любом случае будет, конечно. Более-менее будешь себя держать в тонусе. Так уж за кастинг президенты. Нет, президенты я не хочу. Там, в реалити-шоу. Да, реалити-шоу. Если пройду кастинг, если понравлюсь продюсеру, то пригласят. Поэтому, как бы, я поэтому сразу заранее говорю по поводу марафона, что марафон будет, но в марафоне будут происходить в этом марафоне определенные корректировки, если я уеду в Москву. В президенты ада, точно! Я просто схуднула, ребят. Я просто схуднула. Я сейчас вернулась с отпуска просто. И сейчас на режиме. Я сейчас в режиме питания, тренировок. Соответственно, я не злоупотребляю, практически не бухаю. Я позволяю себе только раз в неделю. Раз в неделю и то по чуть-чуть. Вот, поэтому я очень сильно слилась. И восполнить и вернуть, и вернуть, так сказать, утерянную мышечную массу. Поэтому немножечко и на лицо схуднуло, как бы. Привет! Нет, Светик будет дома. Светик работает. Зачем Светика? Куда? Зачем она туда поедет? К чему? Я-то еду по работе. И она тоже дома работает. Расскажи, что ешь. Да все стандартно, ребят. Ничего нового. Греча, рис, курица, мясо, овощи. Периодически я позволяю себе, так как я работаю на массу, я позволяю себе и домашние пельмешки. Ну, это редко, нечасто. Может, максимум раз в неделю. Чуть-чуточку. Прям грамм 150-200. Поэтому ничего такого особенного. Все то же самое. Когда пройдешь кастинг, дай знать. Обязательно, конечно, я дам знать, потому что будет корректироваться тренировочный рабочий график. Привет! Еще во все вникаю. Ланочка, вникай, вникай. Если что, спрашивай. Как избавиться от отеков? Анастасия, Настя, опять же, нужно установить и выявить причину твоих отелков, понимаешь? Потому что причин может быть очень много. Хочешь детей? Нет. У меня семь пушистых детей и еще тысячи детей в марафонах и в аду. Можно, Павлова, можно, да. Питание помочь в решении гормональных проблем с щитовидкой. Василиночка, да, особенно когда идет проблема и сбои с щитовидкой, питание, именно питание, является очень важным ключевым фактором, я тебе могу сказать. А то будете огурцы, как я в утром. Бля, да. Нет, вопрос уже задолбал. Пью много, пью воды много. Походу, нужно идти в больницу. Настюшечка, ну, много воды пьешь, это сколько? Я, к примеру, могу в тренировочные дни, когда у меня две тренировки в день, да, я могу выпивать до 6 литров, 5-6 литров воды. Мол, смотри, сколько ты выпиваешь воды. Прекрасно, Юлечка, прекрасно отдохнула, отдыхать не работать. У меня куча грыж протрузии, ничего, занимаюсь. Правильно, правильно, потому что наоборот, я могу вам сказать, если у вас есть грыжи протрузии, заниматься просто жизненно для здоровья необходимо, иначе потом будет жопендикс. Вы со Светой расписаны или просто вместе живем? Живем вместе. Водажный пиво, куда в тебя лезет, мать? Ну, я водохлебка, я водохлебка. Рита, после работы не устаешь? Светланчик, ну как не устаю? Я такой же человек, как все, конечно, к вечеру я уже устаю, склеиваюсь. Поэтому, как бы, когда у меня рабочие тренировочные режимы, да, поэтому я мало куда хожу, там, в клубы я вообще не хожу, мало куда хожу, не особо часто, как бы, потому что, естественно, после работы вечером я прихожу, естественно, я уже устаю. Да хоть сразу же, после пробуждения можно тренить. Самое главное, за час до тренировки покушать. У меня рак молочной железы. Можно ли заниматься с вами? Здесь уже, как вам рекомендует врач? Здесь уже вам отталкивается от рекомендации вашего лечащего врача. Мамулечка, привет! Привет! Ну, понимаете, как бы, Василин, по большей части в основном людей и интересует только личная жизнь. Личная жизнь и грязные трусишки. Да, грязная бельишка. Можно и не кушать, как я. Лаваш, тебе вообще пизды надо вставить, блядь. Понятно? Вот приедешь, я тебе, блядь, таких, блядь, пизды вваляю. Не есть можно. Вот поэтому у тебя пузо, блядь, не уходит, потому что ты пизды не жрёшь. Проститня. Моя Риты, доброе утро. Бусинка. Где моя сённость-ка пришла? Вон, шельма пришла пушистая. Иди, поздоровайся со всеми. Иди, поздоровайся со всеми, пусистая лапка моя. Бусинка. Вот она, вот обезубик дракон. Да. Ой, ласкуленка моя. Трактора включила. Трактора включила моя зайчка. А мы без трусиков, нет грязных. Иди. Пиздыла вашу, пиздыла вашу. Вот приедет, наваляю, блядь. Ты представляешь, как зали у тебя весело, да? Да, марафончик будет ориентировочно в конце сентября, начале октября. Ты когда-нибудь курила, пробовала? А, Марго, можно вкратце отличие обычного марафона, а фону? Павлова, смотри, Наташа, Павлова, Наташа, Натали. Марафон – это режимный проект, то есть временный. Он идет месяц и заканчивается. Хоум-тренинг – это постоянный тренировочный проект. Тренируемся мы три раза в неделю. Он хорошо подходит именно для постоянства, стабильности тренировочной, восстановления, также поддержания форм своих. Особенно, например, пройдя марафон, да, в марафоне каждый день интенсивной тренировки – это определенный тренировочный тяжелый режим. После марафона мы выходим на поддержание результатов, уже на поддержание и стабильность. То есть три раза в неделю занимаемся. Средняя стабильность попросила тату в подарок, а я не смогла отказать. В итоге сделала два тату. Ха-ха, молодец. Главное, чтобы эта тату по душе была, чтобы вы ее любили, понимаете, а не наобум. Ой, ловлю в студии. Хоум-тренинг – это постоянный, это мой личный проект, который я развиваю. У меня есть свои фишки, свои вкусняшки, свои подарки, так сказать, своя атмосфера. Длинная штанга, которую вставлю по самой неболой. Спасибо большое, ребята. Марго, получается сейчас, что лучше марафона подождать и потом перейти в холм? Нет, не обязательно. Можете сразу вступать в холм. Валя-то тренируется вместе с марафоном. То есть, также вместе с марафоном входят в режим и занимаются со мной каждый день. Единственное, если вам нужны дополнительные эфиры психологии с Марьей Васильевной, там, например, с Тамерланом, ТВР, то, конечно, вам нужно тогда будет вступать в марафон. Если вам нужны тренировки только со мной, тогда можете оставаться в хоум-тренинге. Но лучше начать с хоум-тренинга. Почему? Потому что мы тренируемся три раза в неделю. Это отличный вариант подготовиться к тяжелому марафоновскому режиму, к тренировкам, которые будут идти каждый день. Каждый день, понимаете? Орвет в уху, что ты ленивое говно, пока не заплачешь, не отпустит. Ленивое говно. Да, да. Кстати, как там Сосанька? Он еще ждет меня. В зале? Ты про зал говоришь? А интимные игрищи штангой в зад, конечно. Надежда, у нас каждая тренировка – это своего рода своеобразный секс. Угу. Угу. Если про зал Сосань, Сосань захомутали все. Да. Членопоезд ушел. Пока-пока. Кочерга в заднице у нас. Да, то есть, понимаете, все очень интимно. Все очень интимно. Но поверьте мне, все очень приятно. В конце сентября, начале октября где-то. Спасибо, Василина, за приглашение. Спасибо. Понимаете, я в каждую тренировку вкладываю любовь, понимаете? В каждую программу тренировки. Чтобы выполняя работало все. Спасибо. Осетим. Как бы, нации людей не различаю, как бы, вообще практически. Кочерга не только в заднице, да. У Дина, ну, почти отмылось. Сейчас вот приедет грумер, и мы повезем их мыться, стираться, стричься, приводиться в порядок. Откуда у тебя столько положительного заряда и настроения? Frozen. Huntress. Huntress. Когда ты занимаешься любимым делом, да. Когда ты полностью всей своей душой, всей своим сознанием сосредоточен и сконцентрирован только на положительных флюидах, так выразимся, да. Когда ты видишь и стараешься видеть в жизни только хорошее и не концентрировать внимание на плохом. Ты постоянно будешь в хорошем настроении. Понимаете? Когда ты не концентрируешься на проблемах. Вот. Ты меня любила в зале, меня люди там крестят, проходят мимо. Ну, понимаешь, люди тебя крестят, в том-то и дело. Потому что я в тебя в любовь огромедную вкладываю, впихиваю в тебя любовь огромедную. Соответственно, и люди, естественно, тебя крестят сразу же. Чем больше любовь, тем больше крестят. Привет. Видишь, любовь-то, она бывает разная. Ах ты шлюха такая, не ценишь ты мою любовь, да? Ладно, я тебе покажу еще больше любовь, чтоб ты прям прочувствовала ее еще сильнее. Прям вот до самых недр, до самых недр, чтобы чувствовала ее. Агромедную, ангромедную любовь. Прям в чрево ада. Конечно. Диванчик уже весь зафоршмаченный. Я на нем, потому что еще и тренировки веду. Диванчик, пора уже на это, на химчистку. Моя пусистая попочка. Да, мой оладусик подголезый. Смотрите. Оладусик мой подголезый. Оладусик мой, да. Мой оладусик подголезый. Да, ты моя заячка. Моя оладусик буси. Мой оладусик. Да, мой оладусик сладенький. загадочных загадочных кесарево плюзи остаться через полгода можно через полгода будет да конечно пока что вот естественно нужно перерыв смотреть ты можешь заниматься но исключать все упражнения которые будут создавать на то брюшное давление да то есть по максимум заниматься но делать все в изоляции то есть преимущественно силовые упражнения исключить пока что пресс заниматься ты можешь но полноценно в полную силу ты заниматься можешь через полгода софия фитнес Никого только ты меня можешь заставить Не жрать и вкалывать Вот я тебя люблю А ты меня насилуешь особо извращенским способом Конечно, насилую Понимаешь, у меня Потому что любовь такая сильная Я не могу по-другому В хоум-тренинг, Наташечка Можно в любой день, в любое время вступить Мы всегда, всегда в режиме Сколько стоит тренировки с тобой? В зале София Фитнес 2000 рублей 2000 рублей Если вы занимаетесь в хоум-тренинге Если вы дьяволенок Если вы занимаетесь в хоум-тренинге То 1200 рублей Марат, ты что, извращенец, что ли? В комнатной обстановке Ой, мужики такие странные вообще Капец просто Ты лучше иди мужику предложи Нормальному раз на раз выйти А не с девушкой соревноваться Вот реально Ума палата, честное слово Вот я не понимаю, о чем думают мужчины Когда предлагают женщине подраться Или там поспарринговаться Вообще просто Да, два кэ за одну тренировку Чистая овсянка уже не заходит Ну можешь, Надюш, ну можешь сменить Чистая овсянка не заходит Можешь сменить немножечко, так сказать Один продукт на другой Самое главное, смотри, когда ты меняешь один продукт на другой Следи за именно гликемическим индексом продукта Да, чтобы он был идентичный практически Получается ты девочка Получается девочка Прочитайте, пожалуйста, кому вы на страницу заходите Я думаю, у Маргариты мальчиков нет Папочка, привет Папуленка, привет Ребят, поздоровайтесь Папочка зашел в эфир Батька! Кто тут раз на раз Наша девочка вызывает Я с ней приду Ой, это страшно, сисюрити Иришка, привет Привет Один мужик и две бабы По 0,5 считай Еще Барби Еще Барби Да, был период у нас в марафоне Да, было очень много Барби На таком, знаете, на финише Прям Это было, знаете Я сделала такую, знаете, прям Ломку психологическую хорошую Ростов, привет Папе привет Вроде че атаковали, мам Мы все придем Я тоже подтянусь Спасибо Бусинка, зайчка моя Ну развалилась ты как, мой пушистый животик Папочка тебе привет передает Самое несложное жрать Когда дома все жрут Запрещенку Наташенька, ну, блин Есть такой, да, что сложно Но если ты поставила четко свою цель И хочешь ее добиться Ты не будешь отклоняться от курса Все это Все это Тренирует в тебе именно силу воли Дисциплину Терпение Что очень важно Понимаешь Пройдя уже этот путь Перетерпев все Поверь мне Тебя больше ничего не остановит И ничего не будет страшно Здорово, братка Что-то происходит Я тоже пойду Расставился Москва приедет Сладкое чем заменить Анечка, ну смотри Когда, например, сильная тяга к сладкому Например, я заменяю протеином Ну у меня, конечно, тяги к сладкому нет Я протеина добавляю Для того, чтобы добирать рацион по белку Так сказать, да По потреблению белка Но если вы, например, страшенная сладкоежка Можете заменять протеином Берете чистый протеин-изолят Хотите, можете взять послаще Чтоб жопа слиплась у вас И все Либо готовить какие-нибудь диетические ПП Вкусняшки Никуда здесь прятаться Семейство в сборе Это точно Вот, поэтому, Анечка Нужно думать Нужно всегда думать Если ты хочешь придерживаться Более-менее здорового питания Рациона, да Отказаться от сладкого То здесь уже нужно включать Именно процесс Так сказать Фантазии своей Начинать готовить Начинать готовить Спасибо Ритуль, ваша любимая еда Светульчик, честно Я У меня нету культа еды страшенного Да Чтобы у меня было Вот от чего я прямо трясусь Как бобик Да Вот Я люблю мясо К примеру Могу так вот сказать Если вы сейчас подумаете С чего Люблю Жареное мясо Хороший Такой жареный Стейк С аджикой Вот И к нему можно добавить Красное сухое вино Это прям идеальное Вкусное сочетание Я это обожаю Также обожаю Краба И Раков с креветками Вот Ну это наверное Самое мое любимое Козеин прот Можно мешать с кефиром Вообще Козеин Нет Не советую Именно козеин Потому что козеин Сам по себе И так тяжелый По составу Довольно-таки тяжелый Если еще и с кефиром Смешайте Ну это пипец Я не знаю Там ершиком Заталкивать придется Спасибо Я очень люблю Острую еду На самом деле Учитывая Что у меня Поджелудочная Да У меня панкреатит И так сказать У меня Загиб Загиб желчного И конечно же У меня поэтому Слабый желудок Вообще Мне по сути Нельзя Острое Но я обожаю Острую еду Обожаю Острую еду Такую Знаешь Она такая С острицой Была хорошая Вот поэтому Я даже Когда готовлю Ну Мясцо Я бывает Да Прям перчика Ебануток Ебану Вот И с острым Каким-нибудь Соусом Таким Какое пиво Любишь пить Блондинка Ну в основном Моя любимая Это светлое Нефильтрованное Пиво А так Любое светлое Вот Только с водой Казин получается Может Анька Лучше Да Лучше с водой Я Казин Да вообще Я вообще Любой протеин Развожу с водой Потому что Для меня Протеин Делать с молоком Для меня Лично Это слишком Приторно Сладко Я потому что Не сладкоежка Да И для меня Когда я протеин Делаю с молоком Это очень сладко Либо можешь Делать 50 на 50 Да 150 воды 150 молока Вот так Можно делать Еще более-менее Ну я Делаю На воде Все Все на воде Потому что Даже Казин Протеин Казин На молоке Очень тяжелый Получается Вот Пол Соломки Перца Сыплю Привет Можно сочетать Алкоголь и тренировки Ленка Ну я сочетаю Ну опять же Все Называется В соразмерных Дозировках Если ты позволишь Себе Лен Ну раз в недельку Да К примеру На воскресенье Отдохнуть Выпить в компании С друзьями Ничего страшного Не будет Как бы Я сочетаю И у меня Прекрасно Это сочетается Привет Сочетать Алкоголь и тренировки Это наша Срантра Точно Я тренила И бухаю Вот она Привет Майонез Совсем Нет Майонез Вообще Не ем Нет Ну как Понять Что из Вредности Позволяю Я не скажу Что я себя К примеру Страшенно задушу Так ограничиваю Потому что у меня нет В этом Такой Острой надобности Сейчас просто Я к примеру Мне нужно Немножечко Прям слиться В форму Немножечко Себя После отпуска Привезти Будет Либо Либо Реально Покушать Полноценно То есть Если у тебя В суточную норму Ты еще Не съела Свои углеводы Там Гречи Рис Там Овсянка Если еще не съел Суточную норму То можешь Полноценно Покушать То есть Углевод Медленный Белок Овощи Можешь Спокойно Покушать Как в 46 Начать Заниматься Ну как Берешь И начинаешь Заниматься Нет Тут такого Как Начать Берешь Блин И занимаешься Как протеин Под себя Подобрать Лично Методом Проб Свет Методом Проб И ошибок Называется Здесь реально Только реально По своим Вкусовым Рецепторам Подбирать Потому что Не все Фирмы Могут тебе Так сказать Подойти Даже элементарно Твоему Пищеварению Вот в чем Дело Как Относишься К бегу И велосипеду Абсолютно Положительно Хорошо Как узнать Есть ли диастаз Или нет Либо Либо Пойти К врачу Либо Пальчиками Ложитесь На пол И начинайте Прощупывать Себя Если проваливаются Значит Есть диастаз Ну реально Светлана Лучше Реально Здесь пробовать Ну Свет Смотри Я тебе могу Я тебе могу Свои Сейчас посоветовать Которые Я пью Потому что Я другие Пока что Не могу Потому что Меня реально Тошнит От них Я сейчас Пью Фирмы Life Протеин Life И бомбар Более-менее Опять же Хорошего Настроения По возможности Пока у нас там Еще вроде бы Идет Или уже Закончилась Рубрика Вопрос-ответ Ну ничего Я новую Запилю Рубрику Вопрос-ответ Задавайте Свои вопросики Главное Коротенькие Коротенькие Чтобы я Хотя бы Могла В один Сторис Быстренько Уложиться И ответить Всех Люблю Целую Еще раз Отличного Вам дня И конечно же Хорошего настроения Побольше Улыбайтесь Побольше Реально Улыбайтесь И не загружайтесь По всякой Какой-то Хуете Понимаете Потому что Мы сами Мы сами Создаем Вокруг себя Этот Настрой Этот Позитив И вот Эту Атмосферу Позитивную Именно Вот здесь Мы сами Понимаете Все